На Луганщине в результате боя за станицу Луганскую погибла 58-летняя женщина. Есть раненые. В районе города Счастье, а также сел Макарова и Валуйска, люди остались без крыши над головой. Масштабы разрушения у Светланы Павлюковой. Населенные пункты в зоне АТО на Луганщине минувшей ночи обстреляли 35 раз. Наиболее ожесточенные бои шли под станицей Луганской. Во время противостояния погибла 58-летняя медсестра. Еще одной местной жительнице осколком снаряда оторвало руку, сообщают в пресс-службе Луганской облгосадминистрации. Маленькая Маша вместе с семьей чудом уцелели. Обстрел Первомайска начался рано утром, но Поповы успели спрятаться в подвале. Чудом, просто чудом, мина не долетела 2 метра. У меня половина разрушена крышей, у меня разрушен двор, у меня убило собаку. Не смолкали артиллерийские залпы в городе Счастье. Вблизи сел Валуйское и Макарова есть разрушение в частном секторе, поврежден газопровод. Также боевики обстреляли с село Артема. Как сообщают местные жители, огонь велся по домам мирных жителей. Позиции сил АТО в этом районе нет. По-прежнему тяжелая ситуация в Церехизбинке. Там нет газа, электричества, а в некоторых районах Брянки более 40 дней нет воды. Позиции нацгвардии накрыли градом. Под постоянным обстрелом боевиков, позиции украинских военных в районе сел Ольхово и Крымское. Напружена ситуация на блокпостах, опорных и спостережных пунктах поблизу Чернухина, Воглегерск, Попасно, Танекишино. Там террористы неодноразово открывали огонь по нашим подразделам. В СНБО сообщают об интенсивном обстреле позиции сил АТО в районе Бахмутской трассы. Из градов боевики сегодня атаковали также опорный пункт возле села Муратова. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс.